Приветствую вас, и вы знаете, вот, прочитав ваш вопрос, и думаете мне, что в вашей ситуации вас, конечно, можно понять. В том плане, что действительно неприятно, когда дети не убираются со стола, и действительно неприятно, когда дети ведут себя как-то вот плохо, как-то не слушаются и так далее. Но, понимаете, в чем дело, Сергей? Вот то, что вы неродной отец этим детям, и то, что, вот, если я правильно вас понял, дети достаточно хорошо помнят твоего отца. Нагладывает определенный отпечаток на то, как они к вам относятся. И очевидно, что для того, чтобы они вас слушались, нужно расположить их к себе. Условно говоря, завоевать доверие. И этого вы не сделали. Вы не завоевали доверие детей, а лишь только вы говорите, что вот я в семье почти 4 года, и орал, и говорил, и упрашивал, и оскорблял. Вот не орать, не упрашивать, не оскорблять нельзя. Потому что вы взрослый человек, а они как-никак еще дети. Вот старший, так вообще уже совершенно летний, то есть такой полноценный взрослый член общества. Ну, а младше 12 лет, это переходный возраст, здесь тоже орать, оскорблять не нужно. С детьми можно и нужно договариваться, чтобы у них был стимул для того, чтобы делать то, что вы от них хотите. А так, как вы себя ведете, ну, ничего хорошего вы этим не добьете. То есть, к детям все-таки нужно другое отношение, более такое ценностное, более такое наставническое, более такое мудрое, скажем так. Ну, и, собственно, вы просите нас разъяснить, правда, непонятно, что именно разъяснить. То, что вы привели себя неправильно в этой ситуации, да, вы привели себя в этой ситуации неправильно, потому что нельзя делать так, как вы сделали, нельзя оскорблять орать и так далее, нельзя брать чашку и выносить ее в коридор. Это своего рода, как бы, превышение границ назволенного, когда дети чувствуют, что их имущество, ну, одно и дело, могут их у них отнять. Кроме того, вы говорите о том, что вы с женой пришли домой и, как обычно, стоит кружка на столе. Ну, кто стоит кружка на столе, ну, и что? То есть, понимаете, основная проблема заключается в том, что вас бесит то, что дети не убирают со стола. Это ваша проблема? Это ваша проблема? Это не проблема детей, которые делали так до вас? И если они так привыкли, то, опять же, почему они должны свою привычку менять? И кому от этого вред фактически имеется? Это ваша проблема и вопрос заключается в том, почему вас это бесит и, получается же, раздражает? И вот с этим нужно разбираться. Откуда раздражение? Вы проектируете свое раздражение на детей, а в действительности причина вашего раздражения не дети, а вас. А детей вы только на только травмируете своим поведением, по сути. Вот это то, что я вам могу сказать, исходя из того, что вы написали. А причины, по которым они вас, почему вас это раздражает, могут быть самые разные. Начиная от проекции своих собственных детских, детско-родительских отношений на этих детей. Начиная от этого и заканчивая, по сути, неудовлетворенностью от того, что у вас, например, нет своих собственных детей. Ну, пока что, по крайней мере, у вас и у вашей жены. А может быть причина в том, что эти дети напоминают вам о том, что до вас у жены кто-то был. И это вот тоже может быть такая ситуация, такая проблема, такая причина может быть. В любом случае, так или иначе, ситуация именно таковая. И, объективно, на детей кричать, ну, ничего ничего хорошего из этого не выйдет. Еще раз повторю, детей вы травмируете и, действительно, ведете с ними довольно жестко. Такие действия, как правило, пораждают только лишь протест, только лишь желание сопротивляться подобным вещам. Тем более, если вы не родной им отец. Ваша жена, которая защищает детей, она по-своему права, то есть она защищает их в первую очередь, потому что они для нее дороги. Вот. Вы, чтобы ей не говорили, все равно будете, как вы выразились, фашистом, потому что, ну, действительно, отношения и поведение жесток. К детям так относительно взял. И здесь я полагаю, что вам нужно менять отношения к самому себе, становиться более спокойным, более гармоничным, более выдержанным. И понимать, что перед вами все-таки не просто люди, которые должны выполнять какие-то свои обязанности, а перед вами все-таки еще дети. Ну, вот. Применительно к младшему, так точно. Применительно к старшему, здесь уже вопрос привычки. Но, в любом случае, вы женились на женщине. И если вы для этих детей, например, ничего не делаете, то у вас и морального права нет, чтобы им говорить. А если вы делаете что-то для них, то подумайте, опять же, почему вы это делаете. Если ради послушания их вам, то, быть может, и не стоит тогда ничего делать. А если вы делаете это просто так, то какой смысл тогда чего-то от них требовать. Но, в любом случае, и с первым ребенком, и со вторым ребенком нужно договариваться. То есть, у детей должен быть стимул. Должен быть стимул для того, чтобы это делать. Именно стимул, мотив, а не так, что вы просто используете сегодня один тон голос, а за другой тон голос. Так это не работает. Объективно, если вас что-то бесит, то это означает наличие у вас внутреннего конфликта, и, дабы ситуация не повторялась, ваш внутренний конфликт нужно разрешить. Также я рекомендую вам проработать отношения со своей женой, потому что, определенно, вы не принимаете ее детей. А раз вы не принимаете ее детей, значит, вы принимаете и полностью ее. А это, в свою очередь, означает, что у вас есть определенные проблемы в отношениях с ней, а значит, эти проблемы волей-неволей проецируются и на детей. Получается такой вот замкнутый круг. И полагаю, что основная причина, по которой так получилось, кроется именно в том периоде вашей жизни, когда вы только-только начали с своей будущей женой встречаться, и только-только у вас начинались отношения. Вот именно там, тогда, на этапе формирования вашей позиции по отношению к детям, и кроется причина вашего текущего поведения. Еще раз, мы со своей стороны правы. Мама детей тоже права, и дети сами тоже правы. Проблема заключается в том, что ваша правота, в общем, ну, как бы по смыслу, не дает вам права вести себя так с детьми. Это грубо, неуважительно к ним и, в общем-то, уничижает, принижает их, что не является хорошо для будущих членов общества и для будущих, ну, так сказать, людей, отцов, мужей или дочерей. Пожалуйста, подумайте об этом, о том, что каждое ваше действие, в том числе крик и оскорбление, влияет на психику ребенка и оказывает влияние на его дальнейшую жизнь. То есть я, по сути, призываю вас лучше осознавать свою ответственность за этих детей, пусть даже они и не родные, но и работают над собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!